Про редкое генетическое заболевание сына Татьяна Ковалева узнала во время родов. Костная дисплазия слабо поддается лечению, заявили врачи. Со временем болезнь лишь прогрессирует. Где-то неудобство, он обуться не может, писать ручку неправильно. Слух у нас начинает страдать. Нас врачи предупредили, что к 14 годам будут кардинальные изменения. Миша пока 10. Любит резвиться со сверстниками во дворе, играет в футбол. Учится в третьем классе, когда вырастет, мечтает стать стражем порядка. Скульптура мне просто нравится. Там по бегу, а математика считает пример. Бывает, что там 10, 9, 8 и двойки. Подобрать одежду для парня сложно, признается мама. Размер нестандартный, приходится укорачивать. За швейной машинкой Татьяна Ковалева может сидеть сутками. Для меня он и по сегодняшний день мгновенный, как все. Когда на улице люди смотрят пристально, хочется сказать, что это не картина Репина. В семье сразу 8 детей. Старшей дочери 27, младшей 2 годика. Часто собираются вместе, мастерят поделки. Многодетная мама уверяет, справляется со всеми на раз-два. Хотела одного, а вот получилось, что 8. Не мечтала даже. Я сама с большой семьей у мамы, пятеро у нас. Никогда не хотела. Что дано, то значит дано. В сентябре сразу четверо станут первоклассниками. Татьяна уже ходит по магазинам, приценивается. Отмечает, в этом году сможет позволить потратить больше. Социальную пенсию для родителей, воспитывающих детей инвалидов, увеличили. Соответствующий указ подписал президент. Увеличен размер социальных пенсий для родителей, которые воспитывали детей инвалидов с третьей и четвертой степенью утраты здоровья. И которым впоследствии была установлена первая группа инвалидности. Ранее размер для таких категорий граждан, размер пенсии составлял 123 рубля. Это на сегодняшний день. А после увеличения будет составлять 243 рубля. В бобруйских семьях воспитывают около 700 детей с инвалидностью. Увеличение выплат от государства подспорить для каждой из них. Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.